В Международный день защиты детей, ребят из Октябрьского района и Биробиджана, тех, кто воспитываются отцами-одиночками и тех, чьи отцы сейчас выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, пригласили на крытый каток Победа. Многие из ребят встали на коньки впервые. Это наша сегодня святая обязанность. Это наш, я бы сказал, здесь фронт. Здесь фронт такой в тылу. Мы должны сделать все, чтобы эти окружить детей теплотой и заботой. И сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. И стремиться к тому, чтобы наши дети росли счастливыми и успешными. После интенсивной физической нагрузки последовал обед в Биробиджанской епархии. Подкрепившись и отдохнув, ребятам устроили экскурсию по Благовещенскому собору. Им рассказали об истории христианства, о том, как проводятся церковные службы и таинства, познакомили с убранством собора. От чего начиналась вера? Почему именно так зарождается? Почему мы ставим свечки? И так далее. И именно для детей это является интересно. Они как губка. Даже если человек, не относящийся к вере христианской, он как губка впитывает этот весь интерес. И, естественно, рассказ другим же ребятам. И другие ребята, которые хотят посмотреть на эту экскурсию в нашем соборе. Всего на экскурсию пригласили 40 детей. Каждое отделение территориального общественного самоуправления Биробиджана отправило несколько ребят. Сама экскурсия классная, очень понравилась. Детям очень понравилось, конечно, на катке кататься. Активное развлечение детям всегда больше нравится. Ну, храм, конечно, тоже интересно. Все красиво. Но уже подустали, поэтому сил у детей не осталось. Активность прошла, поели и уже, в принципе, можно отдыхать. В День защиты детей по всей автономии провели торжественные мероприятия. Экскурсии, концерты, мастер-классы и активности, которые интересны ребятам. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.